Продолжение следует... Врать мы не будем закрывать на это глаза. Американские журналисты опубликовали предупреждение Дональду Трампу. Инаугурация без Буша. И 41-й президент США Джордж Буш-старший госпитализирован и не будет на церемонии вступления в должность Дональда Трампа. Скажи «Газпрому нет» в Грузии протестуют против нового соглашения с российским газовым монополистом. Итак, в эти минуты в Белом доме проходит последняя пресс-конференция Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов Америки. Одним из главных вопросов стало неожиданное решение американского президента сократить срок наказания Челси Мэнинг, бывшему рядовому ВВС США. Мэнинг, напомню, передала сотни тысяч секретных документов, в том числе военных депеш, сайту Wikileaks. За ходом пресс-конференции следит мой коллега Евгений Маслов. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Евгений, приветствую. Итак, что конкретно президент сказал о своем решении по Челси Мэнинг? Приветствую, Тихон. Свою завершающую пресс-конференцию Барак Обам начал с того, что поблагодарил журналистов за их работу, за то, что они критиковали его, в чем, собственно, президент и видит главную цель и задачу прессы в свободном государстве. Он даже пошутил на тот счет, что приносит свои извинения за свои длинные ответы, но объяснил это тем, что журналисты задают несколько вопросов в каждом из своих вопросов, когда обращаются к нему. Но, тем не менее, вы совершенно правы. Главной пресс-конференцией была тема о судьбе Челси Мэнинг, которая несет ответственность за самую массовую в истории Соединенных Штатов утечку секретной информации государственного и военного характера в прессу. И вот как президент объяснил свое решение помиловать. Прежде всего, что касается Челси Мэнинг, это бывший военнослужащий нашей армии, вы знаете, что речь идет о передаче секретной информации, но я принял решение, что в данном случае возможно смягчение наказания. Я напомню, что Челси Мэнинг, бывший рядовой американской армии Брэдли Мэнинг, трансгендер, который сменил свой пол, и, разумеется, решение президента Барака Обамы очень неоднозначно восприняли в США, особенно республиканцы и консерваторы, поскольку они считают его, безусловно, предателем. Я хочу вкратце напомнить нашим зрителям суть истории, суть вопроса. Челси Мэнинг была осуждена на 35 лет за передачу секретных документов сайту Викиликс. Теперь она выйдет на свободу 17 мая этого года, хотя изначально ее должны были освободить лишь в 2045-м. Проходя службу в Ираке, в 2010 году Мэнинг передала в общей сложности 700 тысяч документов о военных действиях США сайту Викиликс. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории Соединенных Штатов. Широкую известность при этом получила видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев. С точки зрения консерваторов США, Мэнинг предательница, но на ее освобождении настаивали многочисленные правозащитные организации, включая Amnesty International, которая приветствовала сегодня решение Барака Обамы. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, находящийся сейчас на территории России, поблагодарил президента Обаму за смягчение приговора Челси Мэнинг. Сайт Викиликс отреагировал на решение американского президента твитом «Невозможное стало возможным». Но при этом адвокат Ассанжо заявил, что основатель Викиликс, который прежде заявлял, что согласится на экстрадицию в США, если Мэнинг будет помилован, считает, что условия не были выполнены, поскольку Челси должны были выпустить немедленно. Другими словами, пока он не будет сдаваться американским властям. Накануне Обама помиловал также генерала Джеймса Картрайта, который в октябре 2016 года признал свою вину в утечке в прессу информации относительно американо-израильской программы выведения из строя иранской системы обогащения урана. Он стал, в свою очередь, самым высокопоставленным американским военным, имеющим отношение к информационным утечкам. В общей сложности, Тихон, президент Барак Обама своим указом помиловал 64 человека, еще более чем 200 снизил сроки наказания. Вообще, как говорится на сайте обращений, которое было размещено на сайте Белого дома, президент Барак Обама за годы своего правления помиловал столько человек, сколько ни один лидер Соединенных Штатов до него. То есть, другими словами, это стало своего рода таким завершающим аккордом президентства Барака Обамы. Тихон. Спасибо, мой коллега Евгений Маслов. О пресс-конференции Барака Обама, который, напомню, уже менее чем через двое суток, перестанет быть американским президентом, пресс-конференция продолжается. Обама говорит не только о своем решении сократить срок заключения Челси Мэнинг, но и касается других вопросов. В частности, он коснулся отношений с Россией, сказал, что хотел и хочет по-прежнему, чтобы с Россией были конструктивные отношения, поскольку это в интересах всего мира. Однако санкции были введены из-за того, что Россия аннексировала Крым, а затем вторглась в Восточную Украину. Коснулся Барак Обама и Палестина израильского конфликта. И, объясняя недавнее решение Соединенных Штатов воздержаться во время голосования в Совете безопасности ООН по антиизраильской резолюции, он сказал, что необходимо сохранять возможность создания двух государств на Ближнем Востоке. Ну и еще одна тема – это отношения с избранным президентом Дональдом Трампом, который станет президентом через уже менее чем двое суток. Как сказал Барак Обама, отвечая на просьбу прокомментировать решение демократов, конгрессменов бойкотировать инаугурацию, он сказал, что на этом может сказать только то, что сам он на инаугурации будет, а также, что в последние недели, пока продолжался этот переходный период, он сердечно общался с Дональдом Трампом и предлагал всячески ему свои советы. Ну, что касается инаугурации, Джордж Буш-старший переведен в Палату интенсивной терапии. 92-летнего бывшего президента госпитализировали еще в субботу с диагнозом пневмонии, и сегодня его состояние ухудшилось. Также сегодня была госпитализирована и супруга Буша, старшего Барбара. Она жалуется на усталость и сильный кашель. Добавлю, что еще на прошлой неделе Чита Буш направила письмо избранному президенту США Дональду Трампу с извинениями за то, что по состоянию здоровья они не смогут присутствовать на инаугурации. Джордж Буш-старший, напомню, занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. Барак Обама, как отметил мой коллега Евгений Маслов, много говорил сегодня о свободной прессе, а избранному президенту Дональду Трампу от американских журналистов достала своеобразная черная метка. Специализированное издание Columbia Journalism Review опубликовало письмо, которое избранному президенту США адресовали представители многочисленных СМИ. По сути, обращение имеет ультимативный характер. Журналисты предупреждают Трампа о том, как они планируют освещать его деятельность в ближайшие годы, вне зависимости от того, нравится это ему или нет. В частности, авторы касаются темы, известной нелюбви Трампа к пресс-конференциям и журналистам, задающим неудобные вопросы. Мы очень хорошо умеем находить альтернативные пути добычи информации. Отказ журналистам в доступе к тому или иному событию – это не то, что мы предпочитаем, но это также и вызов, который мы с удовольствием примем. Когда вы или ваши представители говорят или пишут в Твиттере что-то очевидно ложное, мы укажем на это и укажем не раз. Факты – это то, с чем мы имеем дело. И мы совершенно не обязаны повторять ложные утверждения. Хотя вы и можете пытаться контролировать информацию, выходящую из западного крыла Белого дома, последнее слово в освещении процесса воплощения вашей политики будет за нами. Вы пытались разъединить нас, журналистов, используя наше стремление конкурировать. Пытались вызвать среди нас внутреннюю борьбу. Такого больше не будет. Теперь мы понимаем, что трудности, связанные с работой с вами, требуют от нас, журналистов, кооперации и взаимной помощи во всех случаях, когда это возможно. Так что теперь, когда вы будете перекрикивать или игнорировать репортера на пресс-конференции, потому что он сказал что-то, что вам не нравится, вы окажетесь перед лицом единого фронта. Это письмо во многом стало следствием скандала во время недавней пресс-конференции. Трампа в Нью-Йорке, избранный президент, комментируя якобы существующий на него российский компромат, опубликованный изданием BuzzFeed и телеканалом CNN, назвал оба средства массовой информации источником фальшивых новостей. Присутствовавший репортер CNN Джима Коста попытался задать Трампу уточняющий вопрос. Однако политик-республиканец не дал журналисту слова, методично перекрикивая его. Позднее стало известно, что новая президентская администрация рассматривает возможность переноса брифингов для прессы из Белого дома в другое место. Самой большой угрозой либеральному миру порядку назвал вице-президент США Россию Джо Байден, который сложит свои полномочия уже в эту пятницу, уверен, США и Европа должны объединиться, чтобы вместе противостоять Владимиру Путину. Заявление Байдена прозвучало на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Под предводительством президента Путина Россия использует каждый доступный ей инструмент, чтобы подтачивать европейский проект, испытывать линии разлома между западными странами и вернуться к политике разделения сфер влияния. Мы видели ее агрессию по отношению к соседям, как они отправляли так называемых «зеленых человечков» через границу для разжигания ненависти и сепаратизма в Украине. Мы видели, как Россия использует пропаганду и фальсификации. Не только США стали мишенью России. Многие страны Европы, в которых в этом году планируется провести выборы, должны быть готовы к тому, что Россия вновь попытается вмешаться в демократический процесс. Это произойдет снова, я обещаю вам. И цель понятна – разрушить международный либеральный порядок. Уходящему вице-президенту США ответил глава МИДа России. Сергей Лавров обвинил американцев в лицемерии. Мы, честно говоря, уже начинаем уставать от обсуждения темы российского вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов, в частности, в связи с избирательной кампанией, которая там завершилась избранием президента Трампа. Но поскольку эти голословные, бездоказательные, я бы сказал, клеветнические обвинения продолжают всплывать, хочу сказать, что цинизм ситуации состоит в том, что нас в этом обвиняют те, кто активнейшим образом сам вмешивался в эту избирательную кампанию. Поэтому, наверное, пора признать факты, что не Россия, а американские союзники грубо вмешивались во внутренние дела США, в избирательную кампанию. И многие из них, кстати, и сейчас не могут справиться со своими чувствами. И успокоиться. Выпады представителей команды Барака Обамы против избранного президента смотрятся порой просто лицемерно. И еще об отношениях Москвы и Вашингтона. Россия готова к диалогу с властями США по так называемому закону Димы Яковлева, который запретил усыновление американцами российских сирот. Об этом заявила спикер Верхней Палаты Парламента России Валентина Матвиенко. Напомню, накануне Европейский суд по правам человека признал этот запрет неправомерным. Это не сама цель держать этот закон, сказала Матвиенко. По ее словам, если Соединенные Штаты дадут гарантии здоровья и соблюдение прав усыновленных детей, а также будут сотрудничать с дипломатическими представителями России, то, цитируя, все можно вернуть на круги своя. В то же время, как заявила спикер Совета Федерации, за 4 года, что действует закон, власти США не пытались начать диалог по вопросу усыновления с представителями России. Напомню, так называемый закон Димы Яковлева, который запретил усыновление российских сирот американцами, был принят в конце 2012 года. Он стал ответом на принятый в США санкционный список Магнитского, а потому в обществе получил название антимагнитского и законоподлецов. В Москве заявили, что США нарушают двусторонние соглашения по контролю за усыновлением детей, хотя к моменту принятия Госдумы и закона этот документ лишь месяц как вступил в силу. После победы на выборах президента США Дональда Трампа сразу несколько российских представителей заявили о возможности начала диалога с Вашингтоном по отмене закона, в частности, уполномоченной по правам ребенка Анна Кузнецова. Возбудить уголовное дело против Надежды Савченко потребовал сегодня один из депутатов Рады. Иван Винник, представитель блока Петра Порошенко, считает Савченко виновный в государственной измене. Об этом Винник заявил на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и потребовал от службы безопасности Украины завести на Савченко дело. Накануне в прессе появились сообщения, что бывшая летчица высказала мнение, что возвращение Донбасса под контроль украинских властей возможно только при отказе Киева от претензий на Крым. Однако сегодня народный депутат заявил, что не призывал их к сдаче Донбасса или украинского Крыма. Савченко говорит, что имело в виду только то, что с нынешним военным руководством Украины захваченные Россией территории не вернуть. Это новости на РТВА и далее в эфире. Скажи Газпрому нет в Грузии. Протестуют против нового соглашения с российским газовым монополистом. Об этом и о других новостях дня буквально через минуту на РТВА. Не переключайтесь. Посмотрите РТВА и в эфире новости в Петербурге. Сегодня оправдали преподавателя йоги Дмитрия Угая, которого обвиняли в незаконном миссионерстве в рамках так называемого антитеррористического пакета Яровой. Процесс против индуиста был начат после жалобы некого сознательного гражданина, недовольного содержимым лекции Угая. При этом автор заявления сам на этой лекции даже не присутствовал. В этой странной истории разбирался мой коллега Николай Старобахин. Этот процесс стал удивительным даже для современной России. На скамье подсудимых йог преподаватель и лектор попал под статью часть пресловутого пакета Яровой и получил обвинение в незаконной миссионерской деятельности. Не ограничивайте себя только гимнастикой. Изучайте священные тексты, изучайте духовные знания и в целом развивайте себя в чистую любовь к Богу. Вот за эту лекцию на фестивале Веда Лайф Дмитрия и привлекли к ответу. В 40-минутном выступлении прозвучало слово Кришна. Но достаточно ли этого для нарушения закона? В федерации йоги говорят в таком случае можно сажать и за лекции о восточной культуре, и за индийские фильмы. Йога – самое безобидное. Мы не политически неактивные. Общество почему так всколыхнуло? Если уже йогов трогать, что будет с нами? Изучение вообще любого эпоса можно к этому подвести. Был бы человек хороший, как у нас говорится, а статья найдется. Йогой в России увлекается более 10 миллионов человек. В одной только Москве около 500 йога-центров. И теоретически к любому преподавателю могут нагрянуть люди в форме. Сделаем глубокий вдох. В московском центре йоги очередное занятие. Наряду с физическими упражнениями есть и медитация. Но духовная гимнастика еще не религия. Преподаватели йоги недоумевают. Если арестовывать всех, то начинать надо с индусов. А это прямая дорога к политическому скандалу. К нам приезжают йоги из Индии. А если придут к ним, а у нас организован семинар, и арестуют человека, уведут прям с семинара. То есть и такое может быть получается. Это первая ласточка. Правозащитники убеждены, новый закон противоречит Конституции. Ведь она позволяет исповедовать и распространять любые религиозные убеждения. Но если такие поправки принимают, значит это кому-нибудь нужно. Именно этот пункт, закон веровой, проталкивала православная церковь. Церковь наша считает, что мы все рабы православия от рождения. Они понимают, что если человек окормляется, ну в смысле йогой интересуется, то он дальше пойдет какой-нибудь, заинтересуется буддизмом, и уйдет в другую сторону. И выйдет из этого рабства, рожденного рабства православного. Во время суда Дмитрий признался, о новом законе знал и специально выстраивал лекцию так, чтобы ничего не нарушить. Кажется, сам обвиняемый сегодня был готов к любому исходу процесса. Впрочем, итог его порадовал. Дело прекратить за отсутствием состава правонарушения. Никто не в праве преследовать только за то, что кто-то верит в карму, в реинкарнацию. Только за то, что кто-то танцует индийский танец. Только за то, что кто-то носит индийские одежды или делает намасте на улице. Никто не в праве за это судить. В этом нет преступления. Теперь Дмитрий говорит, что вины за собой не чувствовал и продолжил бы лекции, даже если бы суд его оштрафовал. Зато остальные йоги могут сделать глубокий вдох, облегчение. Их деятельность пока признается законной. Николай Стробахин, Роман Перл, Марина Дежина и Леонид Бабков. Артевяй, Санкт-Петербург, Москва. Страсти вокруг Газпрома. Сегодня в Тбилиси прошла шумная акция протеста. 80 неправительственных организаций требует от Министерства энергетики обнародовать новое соглашение, подписанное на днях с российским энергогигантом. Договор, по мнению правозащитников и оппозиции, позволит России усилить политическое давление на Грузию. «Скажи Газпрому нет», требовали участники манифестации, с которыми пообщалась наш корреспондент Тбилиси Марта Радашили. Это не стандартный для Грузии формат протеста под музыку и без трибун. Организаторы акции против сотрудничества Тбилиси с Газпромом подошли к делу творчески. Здесь возмущены. Газпром предъявил Грузии новые правила игры. И Грузия эти правила приняла. Отныне постсоветское государство будет получать плату за транзит российского газа в Армению в виде денег вместо работавшей много лет схемы, когда за свои услуги Тбилиси забирал 10% от топлива. Уже второй год эти люди собираются у зданий администрации правительства Грузии, чтобы сказать «Газпрому нет». Они уверены, национальные интересы страны под угрозой, а правящая партия ведет опасную игру, идя на поводу российского газового гиганта. На акции протеста оппозиционные политики и гражданские активисты. Организаторы митинга – представители платформы «Защити свободу». Они уверяют, благодаря их жесткой позиции, негласный лидер правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили не смог оформить продавливаемый Газпромом документ о сотрудничестве еще год назад. Никто не знает, как Газпром поступит завтра и после завтра. Мы все знаем, что это партнер очень опасный, нестабильный. Это Путин. И любой шаг, который делает нас более зависимым, даже на шаг более зависимым от Газпрома и Путина, это шаг против энергоинтересов Грузии. Грузинская сторона теряет те рычаги, которые у Грузии были. То есть у нас был четкий такой договор с Россией, там 10% от транзита. То есть это очень понятно, и рассчитать можно, и полагаться на такие объемы можно. Но сейчас это переходит в какую-то комбинацию. Сделку с Газпромом подозрительной считает и неправительственный сектор Грузии. Авторитетные правозащитные организации заявляют, официальный Тпилиси должен снять соглашение гриф секретно. С подобным требованием к Министерству энергетики Грузии обратилась Ассоциация молодых юристов. Все зависит от того, какой ответ даст нам Министерство энергетики, от их аргументов. Мы не исключаем противостояние в суде, постановлением которого может быть снят гриф секретно. Естественно, в данном случае я рассуждаю теоретически, так как мы зависим от ответа Министерства энергетики. Мы решили действовать в правовом русле. Тем более, если речь идет о государственных интересах, связанных с суверенитетом страны и ее безопасностью. Скандальное соглашение было достигнуто в Минске 10 января в ходе переговоров министра энергетики Грузии Кахи Каладзе и руководства компании «Газпромэкспорт». Договор будет действовать в течение ближайших двух лет. Предполагается, что в первый год оплата за транзит будет осуществляться частично деньгами и частично сырьем. А с 2018 полностью перейдет на денежный расчет. Эта сделка угрожает безопасности страны, считает президент Грузии. Георгий Маргвелашвили предложил парламенту разработать план, который бы позволил снизить риски, связанные с сотрудничеством с «Газпромом». Все дело в том, что Россия для небольшого южнокавказского государства, оккупант с которым после войны 2008 года, так и не подписан мирный договор. Между странами прерваны депутношения. Более того, Тпилиси уже проходило наказание газом, когда после подозрительных аварий посреди зимы вся страна оказывалась без отопления. В порядочность такого партнера верить нельзя, заявляют противники сделки. Главный грузинский переговорщик с «Газпромом» позицию президента и НПО назвал популизмом. Соглашение с «Газпромом» – коммерческая тайна, но я сделаю все возможное, чтобы его содержание было максимально доступно для общественности. Это соглашение подписывали и годами ранее, при Саакашвили, Шиварнадзе, но никогда его текст не становился достоянием общественности. Что касается президента, у него есть право и возможность ознакомиться с деталями документа, у него есть доступ. Мне очень жаль слышать от него подобные некомпетентные заявления. И все же в Тпилиси привыкли не верить Москве, а потому в любом договоре, тем более с «Газпромом», здесь ищут подвох. И предлагают правительству сначала добиться вывода российских танков, а уже потом поговорить о газе. Марта Ардашели от Тпилиси специально для РТВА. Ну что ж, это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на РТВА в 7 вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире «Особое мнение». Я Тихон Зитко. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова